Вывеской яркого и успешного балагура, за счетом юмора, на самом деле скрывается тонкая и ранимая натура. Он уже давно не принадлежит себе, а даты в календаре слились в один сплошной серый монотонный день популярного юмориста. Никому нет дела до того, что этот человек в душе одинок... О, свет дали, слава богу. А я уже думал, сейчас сел до конца. Поехали. Поехали. Дамы и господа, на первом канале «Вечерний Урган». Сегодня в гостях Оксана Пушкина, наш кинокритик Антон Толин, музыкальный гость Александр Эпскляр. И весь вечер с вами потрясающая группа «Фрукты». Такой же зановит видит у него в ванне. Встречайте и вас, Урган! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо, добрый вечер, спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. 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 Друзья, спасибо огромное, что я обожаю людей, которые приходят там в студии, потому что это мои поклонники настоящие. Это люди, которые... И мои. Ну хорошо, вот те двое твои. Привет. Это мои... Ты знаешь, Саш, я обожаю своих поклонников. Я очень люблю людей, которые вот подходят, которые говорят, Иван, вот мы смотрим программу, мы переживаем за вас. Я прямо... Я целую часто поклонников на улицах своих. Я однажды человека подошел, поцеловал, прямо целую, а не разжимает он губы. Оказалось, это поклонник Аркадия Мамонтова, я потом уже выяснил. Ладно, ребята, тревога, беда. Диего, бей в набат. У тебя есть набат? Вот иди, пожалуйста, на Ярославский вокзал и завтра в магазин набатов. И завтра принеси кусок рельсы, будем бить набат. Тревога. Власти Саудовской Аравии объявили о намерении заменить способ исполнения высшей меры наказания с публичного обезглавливания мечом на расстрел. Пишет Нью-Йорк Таймс. Вот такая новость. Специальная комиссия пришла к выводу, что страна будет вынуждена пойти на этот шаг из-за острого дефицита квалифицированных палачей. Нет палачей в Саудовской Аравии. Это ж куда катится мир. А я объясню, почему нет палачей в Саудовской Аравии. У многих, конечно, в глазах у нас вопрос, куда они делись. Закрылся единственный Саудовский государственный карательный университет. Сокращенно СГКУ. Многие его помнят по команде КВН, которая играла в премьер-лиге у нас. А закрылся он после того, как случайно во время лабораторной работы казнили ректора карательного техники. Мы решили помочь Олегу. Вот Олег Чайков, тебя бы поцеловал прямо сейчас. Значит, мы решили понять, собственно, почему так все произошло. И сейчас хотим помочь всей Саудовской Аравии. Потому что мы государство побратимы. Ну, конечно. Если кто-то из профессиональных палачей смотрит нашу программу, а они смотрят, есть хорошая вакансия, друзья. Условия для работы привлекательные. Стабильный график, работа с людьми на свежем воздухе. Всегда в центре внимания. И самое главное, славянская внешность не обязательно. Это я сейчас показываю, как проходит преподавание в институте. Палачей? Палачей. Витя, опусти нож. Украинские средства массовой информации распространили информацию. Тавтология? Тавтология, да на первом то. Масленичная неделя. С военной базы в Севастополе пропали три боевых дельфина. Оснащенные вдобавок оружием сообщают средства массовой информации Украины. Первоначально, я вам хочу сказать, первоначально сбежало пять дельфинов. Сбежала или плыла? В том-то и дело, что они по воде, как по суху. Так вот, друзья, но позже одного поймали в сауне с креветками. Ну, с вареными, естественно, уже. Распаренными. Я бы сказал, с распаренными креветками. Распаренные креветки, это когда уже панцирь, как говорится. На распашку. Другого нашли дельфина. У матери в магазине «Океан» был в отделе консервы. Прятался. Ребят, что такое боевой дельфин? Потому что я вижу, вы не знаете, что это. Это страшное оружие. Я вам, россияне, хочу сообщить, потому что в Украине знают. Значит, боевой дельфин — это дельфин, который, он плавником вот так вот. Сейчас я отойду, чтобы было меня лучше видно. Вот так, да, приблизительно. Вот так. Вот он вот так вот, понимаете, так. А плавнички маленькие. Так. И он пистолетик вот так вот держит здесь. И вот так, ребята. И так. И на авианосце так и плывет, понимаете. Вот Костя, наш басист, не знает, что такое боевой дельфин. Костик, я тебе показываю. Понимаешь? И на авианосцах. Более того, не надо даже стрелять. Люди видят глаза. Исполненные ненавистью глаза украинского боевого дельфина. Почему он как чайка кричит у меня? Я знаю, я думаю это носить. Это боевая чайка, которая держит в руках большую 16-килограммовую гирю, чтобы сбросить ее точно на солдата. Значит, 27 июня. Почему в Крыму никто не купается? Вы обращали внимание, ребята? 27 июня. День боевого дельфина. В море лучше не заходить, потому что у них вот из этой дырки отсюда виски. Они держат здесь бутылочки маленькие. Но никогда бутылки об голову не бьют, потому что у дельфина мягкая, упругая голова. Так что, друзья, если на улице дельфин вам будет предлагать купить у них, у дельфинов, оружие, не берите. Это собственность Министерства обороны Украины. Все. Еще новость. Бывший игрок NBA Деннис Родман заявил, что... Вы знаете, что Деннис Родман ездил в Корейскую Народную Республику и лично встречался с Ким Чан Ином. Причина, видимо, в том, что лидер Северной Кореи любит баскетбол. Так вот, он сообщил, что готов приехать в КНДР, чтобы провести отпуск с компанией северокорейского лидера. У многих вопрос, почему? Почему Ким Чан Ин, Деннис Родман, как они встретились, это все равно, что дружба Ахмадинижада с Нюшей. Или Зюганова с Джасиным Бибером. Как-то не складывается. Не складывается. Но если копнуть глубже, можно найти очень много общего между Ким Чан Ином и Деннисом Родманом. Смотрите, Деннис Родман лучший баскетболист в истории NBA по подборам. А Ким Чан Ин, в принципе, лучший баскетболист Северной Кореи. За всю историю. У него есть вопрос еще, летающий Ин. Деннис Родман, любитель татуировок, Ким Чан Ин тоже. Потому что мало кто знает, что у Ким Чан Ина лицо, это одна большая татуировка. Ну и самое главное, Деннис Родман играл со Скотти Пипеном в одной команде. И Ким Чан Ин тоже играл до 12 лет с Пипеном, пока отец его не поймал. Это вечерний ургант, мы начинаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Их 115 человек. Площадь сикстинской капеллы небольшая. Они находятся внутри сикстинской капеллы. Как вы знаете, выбирают... Я сегодня смотрел новостях по Кировому каналу. Они выбирают, голосуют, выбирают папу. После этого бюллетени нанизываются на нитку. И в случае того, если папу... Как раньше это было у нас. И в случае того, как... Если выбирают, значит, они сжигают эти бюллетени, добавляют мокрой соломы, и тогда идет белый дым. Все знают о том, что папа выбран. Если идет черный дым, это значит, что еще не выбрали папу. Так что мы следим за этой ситуацией. Это очень ситуация непростая, напряженная. Более того, всем кардиналам запретили пользоваться мобильными телефонами. Установлены специальные глушилки, чтобы, не дай бог, не выложили в Твиттер информацию о том, кто станет новым папом до того, как пойдет дым. Потому что если уже все знают, кто папа, а дым пошел, то тут уже неинтересно. Нет интриги вообще никакой. Никакой нет интриги. Как бы нету кинематографического развития. А если кто-нибудь выложит фотографии своих ног? Или еды. Нет, Саш. Вот это тоже нельзя выкладывать. Это тоже в каком-то смысле интрига. У некоторых по еде можно определить, кто папа. Вот в моей семье так. Можно сразу понять, почему выбрали именно этого отца. Вот, друзья. Ну и, соответственно, чтобы для того, чтобы не повторился тот случай, который был в 1614 году, когда выбирали папу. И в Твиттере информация прошла о том, кто папа. Но тогда еще не было, естественно, мобильного Твиттера. Был этот воробушек. Синенький, который сейчас расположен уже на логотипе Твиттера. Или, как говорят, на иконке. Так. Мы абсолютно уверены, что все пройдет успешно. Папу выберут. Потому что за ходом голосования следит главный кардинал Бартоломео Чурини. Мы его разместили сегодня на нашем компьютере. Закроем-ка мы этот компьютер. И, Саш, я тебе скажу. Так. В Ватикан-то где он? В Италии. Правильно. А Италия где? Далеко, Саш. На сапожке. Нас отделяет от Италии полуостров Крым, вокруг которого кишат плавучие военные дельфины. Поэтому ни они к нам, ни мы к ним не надо. А вот вчера на Первом канале стартовало новое ток-шоу «Я подаю на развод». Для нас большое событие, потому что спустя 14 лет ведущей этой передачи вернулась наконец-то на Первый канал Оксана Пушкина. Сегодня у нас в гостях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оксана, с возвращением. Спасибо вам. С возвращением. Я действительно даже не читал. 14 лет. 14 лет. Не было у вас на Первом канале. Что вы делали в это время? Рассказывала историю своим проникновенным голосом, от которого теперь придется отказаться. То есть в новой передаче не будет вот этого голоса? Ну, чуть-чуть. Только в момент определенный? Только вот в начале и в финале. Тогда у меня вопрос. Как может обладательница такого проникновенного, красивого, чувственного, невероятно женского голоса написать в своем твиттере 25 февраля «Смотрю Ванечку Ургата, мои соседи у него в гостях. Можно попросить дебильный коврик убрать из-под ног героев». Вот, пожалуйста. Вот вся твиро дня меня попросила. Вот просто сегодня еще наполнили. Ну, дебильные коврики. Ну, Вань, правда. Оксана, значит, у нас, я объясню, почему дебильный коврик. Да. Когда приходят хорошие гости, на их фоне коврик выглядит дебильным. Как сейчас, как когда здесь были Владимир Меншов и Вера Алентова. А бывает и роскошный палац лежит под ногами героев. Ты знаешь, что ты всегда выкрутишься, Вань. Мы не можем его убрать. Он уже в смете первого канала. Здесь вам не НТВ, чтобы коврами вас бросилось. А, ну вот это убедительный. Вот это убедительный. Чтобы здесь, как говорится, жонглировать изделиями из персии. Хорошо. Оксана, я знаю, что вы являетесь поклонницей нашей программы. Спасибо вам огромное за это. Вы все время пишете в своем твиттере. Но я не знал о том, что Оксана Пушкина, ребята, Оксана Пушкина катается на серфе. Ну как ты, неужели ты, а как же в такой форме оставаться, Вань? Я вообще не понимаю, как. Вот я не катаюсь на серфе, потому что я... А на чем-нибудь ты катаешься? Я катаюсь на банане. Вань, ну это практически одно и то же. Я тебе честно скажу. Я начинала с банана. Это за... Ты не поверишь. Многие из нас на телевидении с этого... Да, конечно. Но все-таки... Все-таки... Как это? Добрый вечер в эфире программа «Время». Вот это. Да, ну... Оторвал? Оторвал, конечно, к чертовой матери. Микрофон-то был на чем? На лейкопластыре. Так, хорошо. Да. Оксана, ну как это? Это правда? По-настоящему? Правда, правда, правда. Это же опасно. Это очень здорово. Это не опасно. Это опасно. Я так понимаю, это без паруса. Я просто на лыжах не умею. Там падать больно, понимаешь? Вот я как-то вот без лыж. А тут вода моя стихия. Оксана, как это происходит? Рано утром? Рано утром. Никого нет? Нет, мы не... Шесть часов утра? Есть, там все бегают. Это Ханалулу. Простите? Это остров. Ханалулу. Это остров в Баренцевом море. Ну, практически. В море Лаптевых. Это гавайские острова. Это гавайские острова. Гавайские острова, да. Это каждую зиму. Ну, и как это выглядит? Такие же сумасшедшие, как я. Значит, лицо... Давайте называть их по фамилии. Ну, Пушкина, например. Так. Значит, лицо мы мажем этим кремом, чтобы сохранить его. И гребем, гребем и ждем. То есть, подождите, это как в фильме «На гребне волны», да? Абсолютно. Это вот прямо вы ложитесь на доски, и гребете, 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 гребете. И ждете волны. Да, по пути болтаем. Вот, в данном случае с подругой со своей, Ириной Родниной. Ирина Роднина. Ирина Роднина тоже? Тоже. А ей все равно. На доске. А ей все равно на чем? Понимаешь? Что происходит дальше, когда появляется гигантская волна? Я видел, что это страшно. Рассказываю. Да. Я все поняла. Значит, вот поскольку мы про Роднину, ей ничего не страшно, и она, конечно, несется... Вот она туда входит. Ну, с Родниной понятно. Она и в Госдуму входит. А вы? Да, везде причем, да. А я очень элегантна, поскольку я все-таки художественной гимнастикой занималась. И я так на прямых ногах. Нас же били всегда по коленкам, Вань. Мы же не можем, художницы не могут вообще, в принципе, сгибать ноги. А, потому что... И я и в теннис на прямых ногах играю. Ой, это вообще... Это... Нагрузка. Это просто... Нагрузка. Нет, это очень симпатичное зрелище. Это очень красиво. Да. На прямых ногах... Да, да. У нас один человек на прямых ногах футбол играет. А кто это? Ваня, кто это мой коллега? Сборная России. Ну, в общем, на прямых... Аксану, ну вы же, я знаю, 20 километров каждый день бегаете. Вот это, как вы мне объясните? А вот это... 20 километров на прямых ногах. Это куда? Нет, тут я сгибаю. Тут я чуть-чуть сгибаю, потому что как-то... Аксану, я не понимаю, куда вы бежите? 20 километров, это сколько? Ну, куда можно бежать? Ваня, так здорово. Ну, куда уже? Ну, просто иначе... Ну, не убежишь от судьбы. Уже на первом месте. Уже убежала. Нет, я уже убежала вот от той судьбы, к этой прибежала. Ну, у меня вопрос еще один. Еще? Вот про этих я хочу вас поподробовать, Аксан. Ну, вот про этих. Да, это мой ребенок. И я бы и девочку эту тоже удочерила сразу. Ну, Тёма, уже давай, я хочу потанцевать на твоей свадьбе. Ах, вот оно что? Да. Сейчас реклама тогда небольшая, после которой мы расскажем, где будет проходить свадьба и как туда пройти без охраны. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так, давайте поговорим про то, что у Оксаны Пушкиной есть сын. Да. Посмотрите, какой он красавец. Есть. Красавец. 25 лет. 25 лет возраст. По-моему, Ванька, я честно. 25 лет будет в 20... По-моему, 28-го. 28-го, значит, 25 будет в этом году. Да, 25. Ну, видели сына недавно радостного, с шариками, не было? Значит, еще не было дня рождения. Нет. У меня отец так проверяет. Так, в общем, практически я тоже точно так же. Значит, Артему 25 лет. Да. Я прекрасно понимаю, что поскольку Оксана Пушкина – это женщина, которой огромное количество людей рассказали все самое сокровенное в своей жизни. Явки, пароли, счета в банке. Все. То, что не вошло в программу «Женский взгляд» и то, что вошло в программу «Женский взгляд», я понимаю прекрасно, что у Оксаны должен быть абсолютно сформировавшийся собственный взгляд на то, кто должен быть рядом с сыном. И мы видим, что здесь какая-то стоит... Блондиночка. Блондиночка стоит какая-то. На Аню Курникову, похоже, блондиночка. Ты видишь? Так я близко не всматривался, но да. Ну да. Да, похоже, похоже. И в теннис играет. Симпатичная. Только не на прямых ногах. И все так к маме и льнет. И льнет, и по серфу тоже. И... Нет, ну правда, когда она попыталась бегать с нами на отдыхе по двадцаточке... А Роднина тоже двадцаточку? По пляжу. Нет, Роднина чуть меньше, но десяточку. Девятнадцать и шесть. Десяточку, десяточку. Вот. То ребенок у меня чуть, в общем, не отдал концы. Пришлось везти ее в госпитале. Кой зовут Маша, да? Машечка. Маша наша. Маша. Я тебя люблю. Оксан, мы... Маша, Артем. Не тяните. Не тяните. Мы хотим с Ваней потанцевать у вас на сайте. Мы хотим, ну, кто потанцевать, а кто и провести. А может быть, и да. А кто и сыграть, вон, группа «Фрукты» у нас, как говорится. Да, с удовольствием. Да. Ну как, ну это удовольствие имеет определенную таксу. Да, да. Ну, мы справимся. С ними поговорим. Может, теперь на Первом канале? Ну да. А у нас, кстати, у нас, когда на Первом канале, если кто-то внутрикорпоративно там женится, дети у кого-то, у нас скидок никаких нет, Оксана. Нет, да. Вань, со мной... Леонтьев демпингует. Послушай, со мной все договариваются. Миша Леонтьев демпингует. Давайте поговорим серьезно. Я знаю, что вы очень серьезно относитесь к той программе, которую вы делаете на Первом канале. Просили, чтобы не шутили. Да. И давайте мы не будем шутить про программу, которая связана с разводом. Вообще не будем ничего смешного об этом говорить. Про что эта программа, Оксана? Про несмешное в нашей жизни. А, несмешное в нашей жизни. Всем несмешное. Это развод. Ну, и знаете, мне кажется, это не всегда несмешно всем. Ваня, пока у нас несмешно. Да? Ну, иногда в финале смешно. Я говорю, ну куда же ты? Зачем тебе этот нужен? Вы уговариваете людей, чтобы они... А алкоголик, ну, для примера. Да это пример очень, мне кажется, распространенный. Понимаешь, национальная особенность развода российского, это алкоголизм. То есть это... И она говорит, да, конечно, и когда это вот, это несчастье подползает фактически к ней, и она говорит, дорогой, я тебя люблю. И тут я ничего не понимаю. Давайте посмотрим фрагмент этого совсем не веселого, но очень интересного действия. Пожалуйста. Так, бить его не надо в студии. Свадьбу с Надей. Я думала, она не права. Так она к нему пошла. Говорю, так она надеялась на свое счастье, наконец-то. Сейчас я расскажу. Ну, ты понимаешь, дело в том, что ты не оправдал нашу надежность. Как вас зовут? Светочка, пошли, дорогая, сядем сюда. А тебе... А тебе... А приходится же сдерживать эмоции. А как вот тихим голосом, проникновенным, сдержать людей? Ну, там уже не тихий голос. Я говорю, хозяйка здесь я. Вы все поняли. Даже драться по команде, только по моей. Оксана, вы хозяйка на программе про разводы, а я хозяйка этой программы. Поэтому я вам, как хозяйка хозяйки, хотел бы дать его. Спасибо большое. Оксана Пушкина, смотрите «Оксану» на Первом канале. Главная интрига недели. Побьют ли фильмы, которые выходят в прокат на неделе, блины, которые все едят из-за того, что масленичная неделя, по количеству копий? Какое кино вступает в борьбу с масленицей, мы узнаем сейчас из нашей рубрики, которую ведет вместе с нами кинобозреватель радиостанции «Маяк» и наш собственный кинобозреватель Антон Долин в рубрике «Пойдем в кино, Оксана». Пойдем в кино, Оксана, пойдем в кино, Оксана, пойдем в кино. Дорогой Антон, добрый вечер. Привет. Что интереснее, Антон, на этой неделе? Смотреть, как сгорает чучело, и вместе с ним сгорает зима, или, и некоторые вещи отца, или смотреть на что-нибудь в кинематографе? Ну, если ты спрашиваешь, вот, честно, мое мнение, то, конечно, смотреть на то, как горит чучело, можно бесконечно, как кажется, просто долгими часами. Антон, это подает тебе пиротехника? Ну да. Антон, а что в кино? Что в кино? Есть очень симпатичный фильм, скромный, но не обманывающий ничьих ожиданий. Он называется «Тревожный вызов». И это триллер. Это американский триллер довольно симпатичного режиссера Брэда Андерсона, в основном сериального режиссера. И эта история, ну, как бы, по всем канонам жанра рассказана. Есть маньяк, он похищает девушку, хочет с ней сделать что-то, безусловно, нехорошее. Подожди секунду, я прерву тебя сейчас, друзья. Я хотел бы всем нашим зрителям отметить, что Антон, собственно, и приходит для того, чтобы, понятно, что какие-то супер-блокбастеры вы можете узнать и без нас, и понять, про что они. Но вот найти настоящую жемчужину в этом стоге... Не будем говорить. Да, мокрого сена. Вот это как раз уже задача Антона Дольна. Значит, называется фильм еще раз... Тревожный вызов. Тревожный вызов. Режиссер по имени Брэд. Брэд Андерсон. Брэд Андерсон. И Андерсон в этих, конечно, развелось немало, но вот это другое, чем Уэс Андерсон, Рой Андерсон. Кто-нибудь из голливудских знаменитостей и принеснимается в этом фильме? Да. И я вот хочу подобраться к этому моменту, это изящно. Дело в том, что история про маньяка и похищенную девушку, это стандартная история, тысячу раз рассказанная в кино. Но вот мне всегда казалось, что можно найти ракурс, тем не менее неожиданно, и здесь его нашли. Ведь когда начинает кого-то похищать, избивать, убивать, что делает человек в Америке, во всяком случае? Он набирает 911. Да. И здесь решили показать эту историю с точки зрения оператора 911, который принял звонок. Ну, когда принял, слышат... Крики. Да, слышат крики, понимают, что не может определить на компьютере, где находится похищенная, и начинают думать, что он может сделать. В общем-то, ничего. То есть оператор находится в таком же положении, примерно, как мы, зрители. Да. И это, в отличие от роли девушки, которой надо в основном кричать, и маньяка, которому надо делать отсутствующее выражение лица, главная роль, это роль вот этого оператора в этой картине. Которая играет? Холли Берри. Прекрасная Холли Берри. А, наша добрая знакомая. Наша добрая... Но с такой прической ты никогда ее не видел, я уверен. Холли Берри, вы тут замечательная актриса, между прочим. Могу, давайте заприми Оскар. А не посмотрите на фрагментик, чтобы еще раз Выбей ногой одну из пар. Молодец. Теперь высуни руку, чтобы тебя заметили из других машин. Найди подлокотник. Помогите! Меня похитили! Откройте дверь! Нет! Слушайте меня. Не смейте трогать эту девочку. Не нужно этого делать. Срежком по. Антон, у меня двойная эмоция. Во-первых, я поглощен сюжетом. Раз. Во-вторых, я увидел, что моя прическа из фильма Высоцкий, спасибо, что живой, нашла место и в американском кинематографе на актрисе Холли Берри. Переходящий приз, очевидно, да. Да. Антон, скажи, все закончится хорошо? Не скажу. Но закончится все неожиданно. Нестандартно. Фильм идет 36 минут. Фильм идет 36 минут. Это все стандартно. Но финал там действительно неожиданный. Я думаю, он доставит удовольствие многим, особенно садистски настроенным зрителям и зрительницам. Не говори, не говори. Вот. Но Холли Берри я очень уважаю за то, что у нее есть Оскар, это ладно, это не хитро. Даже со слезами его получать. Но она одна из, можно по пальцам одной руки пересчитать, людей, которая пришла за своей золотой малиной. За фильм «Женщина-кошка» ей присудили. А, когда за самый лучший фильм. Она взяла за самую худшую роль года, смеялась в микрофон, сказала, в следующий раз я буду читать сценарий, прежде чем подписывать контракт. Молодец. И вот молодец. Молодец. И она вот смелая женщина. И в фильме это тоже чувствуется. Друзья, смотрите этот фильм и остальные фильмы, потому что мы с Антоном «Кино» любим. Была рубрика «Пойдем в кино Оксана» и «Антон Долин». Антон, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В четверг, 14 марта, Александр Эвскляр отвечает 55-летие большим концертом в Московском театре эстрады. Вместе с ним на сцену выйдут Вячеслав Бутусов и Гарик Сукачев. Кроме того, к юбилею музыкант выпустил альбом «Слово и дело», в который вошли новые композиции и любимые композиции юбиляра, записанные в новых аранжерах. Среди них песня с 20-летней историей «Провокация», которую мы прямо сейчас и представляем вместе с Александром и группой «Фрукты». Вашему вниманию. Встречайте впервые в нашей передаче «Александр Эвскляр». Прошу. Если вам средь бела дня в квартиру позвонят, не открывайте. Если среди ночи вас разбудит телефон, не отвечайте. Оу-у-у! Это провокация. Оу-у-у! Я знаю. Это провокация. Если каждый день жена грозится, что уйдет от вас, не верьте. Если той же ночью обещает отравиться, не пугайтесь. Оу-у-у! Это провокация. Оу-у-у! Я знаю. Это провокация. Каждый может, если хочет, отравиться темной ночью. Каждый может утопиться и повеситься на кухне. Ты пробовал ли ты? А ты попробуй. Каждый день стреляют, каждый день кого-то бьют. Каждый день ругают тех, кто жить нам не дает. Оу-у-у! Это провокация. Оу-у-у! Я знаю. Это провокация. А может быть, пора бежать, пора видеть, пора линять. А может, просто нас пугают. Все может быть, я только знаю. Все может быть, я точно знаю. Не укрыться от вибраций, не сбежать от провокаций. Не укрыться от вибраций, не сбежать от провокаций. Не укрыться от вибраций, не сбежать от провокаций. Таня моет Ваню. Ваня бьет кастрюли. Таню прямо в ванне. Ер идет домой. Навстречу Жан уже косой. И сразу в драку. Оу-у! Это провокация. Оу-у-у! Я знаю. Это провокация. Каждый может пить посуду, пить невесту и подругу. Каждый может жить на грани, видеть истину в стакане. Ты пробовал ли ты? А ты попробуй, 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 возьми и попробуй, возьми и попробуй, возьми и попробуй. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Александр Эскляр, вы знаете, мы подумали и решили вести традицию. Целовать кого-нибудь на ночь перед окончанием телевизионной передачи нашей, потому что, когда человека целуешь на ночь, ему хорошо спится. Сегодня мы целуем мэра Москвы Сергея Собянина. И я объясню, почему. На выходных сильнейший снегопад, а когда в Москве сильнейший снегопад, мэр не спит. Спокойной ночи, Сергей Семенович. Высыпайтесь. Вам спокойной ночи.